В этом видео я расскажу тебе, как сделать эффект матового стекла в Powerpoint. Делаем три слайда. Раз, на темной фотографии два, на светлой фотографии три. Мы сами нарисуем фон, а в конце видео я расскажу тебе, где этот эффект сработает хорошо, а где его лучше не использовать. Поэтому смотри до конца. Привет, я Миша. Мы вместе с тобой учимся создавать красивые презентации. Давай сразу же начнем. Для того, чтобы начать, нам нужно на пустую презентацию добавить фотографию. Вот они у меня же заранее здесь подготовлены. Первые шаги у нас будут классические. Нам нужно фотографию подогнать под размер слайда. Я ее выделяю, захожу на вкладку формат рисунка. Здесь у меня кнопка обрезать. Выбираю пропорции. 16 на 9. Это пропорции широкоэкранного моего слайда. И просто вытягиваю фотографию на весь слайд. Сразу же вот так. Сейчас уже будет необычный шаг. Я выделяю фотографию, нажимаю на сочетание клавиш Command-D, либо Ctrl-D. Она у меня дублируется. И подстраиваю просто одну фотографию над другой. Дальше нам нужно выделить ту область, которую мы будем замыливать и делать эффект матового стекла. Я захожу на вкладку вставка. Выбираю здесь инструмент фигуры. Выбираю. В моем случае я хочу выбрать прямоугольник со скругленными углами. Добавляю его просто вот сюда. И он у меня будет выровнен в центре. Ты же у себя можешь выравнивать там, где это нужно. Я заранее здесь себе раскидал направляющие. Выравниваю по левому, по нижнему, по правому краю. И вот сразу же можно сделать поменьше скругление углов, чтобы фигура была более такая симпатичная. И все. Дальше. Вот сейчас тоже будут необычные шаги. Я выделяю саму фотографию. Неважно какую, да, там первую или вторую. Они у нас пока одинаковые. Зажимаю клавишу Shift. Выделяю прямоугольник. Захожу на вкладку формат фигуры. Здесь выбираю инструмент объединения фигур. Но сейчас здесь выбираю пересечение. У меня получается, по сути, ничего не поменялось. Но здесь образовалось две фотографии. И здесь есть кусочек в центре. И фотография на фоне. Теперь мы их будем редактировать. Для начала выделяю большую фотографию. Та, что у меня на фоне. Выделяю. У меня здесь уже открыта панель. Я ее сейчас закрою, да, для того, чтобы показать. Нажимаю на фотографию правой кнопкой. И здесь выбираю формат рисунка. У меня открывается дополнительный бар еще более глубоких настроек. С помощью которых мы сейчас будем редактировать изображение. Здесь мне еще нужно зайти на вкладку рисунок. И раскрыть менюшку настройка рисунка. У меня сейчас выбран фон. Выделен на слайде. И первое, что мне нужно отредактировать. Это параметр яркости. Ты у себя это значение выставляй в зависимости от той фотографии, которую подобрал. Мне же подойдет, ну, около минус 50. Хоп. У меня фотография сразу же затемнилась. Все. Пока над фоном мы работать не будем. Дальше выделяем центр. У нас, обратите внимание, то, что тут уже есть параметр резкости. С помощью него уже можно размылить фотографию. Он нам не подойдет. Он нет. Сейчас мы найдем более лучший. Мы заходим на вкладку эффекты. Здесь раскрываем менюшку художественные эффекты. И в художественных эффектах есть еще один тоже эффект. Называется размытие. Он дает более сильное размытие, которое нам в данном эффекте нужно. И просто параметр выставляю побольше. Опять же, в зависимости от фотографии, значений каких-то прям определенных нет. Но то в районе 60 мы уже видим то, что эффект, он у нас почти уже сработал. И финальное, что нам нужно к центральному прямоугольнику наложить, это тень. Тень мы будем накладывать по центру. Сразу мы увеличиваем размытие. Размер поставим 100. И регулируем параметр прозрачности. Делаем очень мягкую, еле заметную тень. Так, чтобы прям было еле заметно. И так у нас будет отделяться этот прямоугольник от заднего фона. В принципе, можем еще у центрального увеличить параметр яркости. Сделать не сильно большой. Почему? Потому что он здесь так не срабатывает. Мы это на втором примере посмотрим. Если я поставлю параметр яркости большой, у нас такое выгорание фотографии происходит. Но около 10 фотография становится светлее. И эффект матового стекла, он получается. Дальше мне нужно в центр просто добавить контент. Я с твоего разрешения скопирую с этого слайда, с предыдущего. Я думаю, как добавить текст, ты знаешь. И добавлю его на свой слайд. Вот и все. Обрати внимание, что бывает такое, что контрастность местами пропадает. Я уже сейчас доделывать не буду. Но ты помни о том, что текст должен хорошо читаться. И вот как вот тут у меня написано, такого быть не должно. Удивительный факт. Если я вас буду просить ставить лайки и писать комментарии, то и комментариев и лайков будет намного больше, чем если бы я не просил. А YouTube очень любит видео, где есть активность, где много лайков, где много комментариев. И такие видео продвигает. Поэтому я буду очень рад, если ты поставишь лайк, напишешь комментарий и просто поддержишь обучающий контент на YouTube. И по точно такому же принципу сделаем второй слайд. Начнем с того же самого. Мы просто зайдем в папку, добавим фотографию. Сделаем фотографию по размеру нашего слайда. Захожу обрезать пропорции 16 на 9. Растягиваю фотографию на весь слайд. Но вот уже сейчас незадача. Мы видим, что главный объект фотографии, он у нас находится справа, там же, где мы планируем разместить контент. Нам нужно фотографию просто отразить, поскольку здесь нет ничего, никакого ни текста. И в принципе никто этого не заметит. Выделяю фотографию. На вкладке формат рисунка захожу в расположение. Повернуть, отразить слева направо. И еще немножечко мы ее обрежем. Снова выделяю обрезать. Кадрирую так, как мне это нужно. И отправляю фотографию на задний план, для того, чтобы контент у нас немного проступил. В чем особенность конкретно этого слайда? В том, что здесь несколько фигур. И нам не нужно постоянно дублировать фотографию три раза, для того, чтобы на каждой фигуре сделать эффект матового стекла. Достаточно сделать этот один раз. Но перед этим нам нужно эти три фигуры схлопнуть, объединить в одну. Я что делаю? Я выделяю раз, два, три фигуры. Захожу на вкладку формат фигуры. Выделяю здесь инструмент объединения фигур. Выбираю здесь объединение. И теперь это одна большая фигура. Я ее сейчас, внимание, копирую. Нажимаю Command-C. Это важно. Она нам потом пригодится. Она у нас сейчас в буфере обмена. Выделяю фотографию на фоне. Нажимаю Command-D. Она дублируется. Выставляю ее снова в... Также одну над другой. Отправлю на задний план, чтобы она не мешалась. Выделяю фотографию. Зажимаю клавишу Shift. Выделяю фигуры. Нажимаю здесь формат фигуры. Выделяю пересечения. Все. У нас образовалось здесь несколько кусочков. И что сейчас... А, ну давайте сначала сейчас настроим. Помним, что у нас в буфере обмена еще три фигуры эти находятся. Они нам еще будут нужны. Принцип он точно такой же. Только здесь у нас светлая фотография. Будут немного другие параметры. Нам нужно каким-то образом эти кусочки фотографии выделить. Но дело в том, если мы начнем их увеличивать яркость, я показывал уже, то у нас получится просто яркие белые пятна. И он таким образом высветлять нельзя. Мы будем высветлять другим способом. А для начала нам просто нужно на вкладке эффект наложить художественный эффект размытия. И сразу увеличить этот параметр именно на вот эти кусочки. Для того, чтобы они уже отделились от фотографии, от фона. Да, вот фотографии, которая у нас на фоне. Так, посильнее, посильнее, прям посильнее здесь размоем. Для того, чтобы было прям четко видно, что этот эффект у нас именно размытия. Дальше вспомним. У меня в буфере обмена есть фигуры. Я нажимаю на сочетание клавиш Command-V и они возвращаются. Их я тоже сейчас настраиваю. Контуры у них убираю. Заливку применяю белую. И в формате фигур, где заливка, увеличиваю прозрачность. Очень сильно увеличиваю. Где-то, наверное, даже до 80-90 будет вполне достаточно. Ставлю прозрачность 80. И теперь нам нужно раскидать по слоям. И помним еще добавить небольшую тень. Выделяю, получается, белые прозрачные прямоугольники. Отправляю на задний план. Потом выделяю фигурки, кусочки, которые у меня замылены. Захожу еще раз на эффекты. Выбираю здесь тень. Выбираю заготовки тень по центру. И точно так же увеличиваю ей размытие. Размер ставлю 100, больше не нужно. И увеличиваю прозрачность так, чтобы эти кусочки отделились от фона. Но при этом тень нам сильно в глаза не бросалась. И теперь их отправляю на задний план. И теперь сам фон. Еще раз отправляю на задний план. Теперь они у меня вышли все по слоям. Вот такой у нас получился слайд. Все материалы, которые я использую, и эти слайды, я всегда прикладываю в описании под видео. Ты там их сможешь скачать и использовать. А еще больше готовых шаблонов для PowerPoint ты сможешь скачать в моем магазине шаблонов. Сейчас там больше 3000 уникальных слайдов абсолютно для всех целей. Более 30 разных стилей оформления. Все шаблоны, они специально разрабатывались для быстрого и простого редактирования. Красивые и понятные шаблоны сэкономят вам кучу времени в процессе создания презентации. И это намного выгоднее, чем нанимать дизайнера. Ссылка на магазин шаблонов в описании под этим видео. И на третьем слайде мы уже попробуем нарисовать фон самостоятельно. Я что, захожу просто на вкладку вставка и начинаю его рисовать с помощью фигур. Выбираю для начала фигуру обычный круг. Черчу вот здесь такой большой круг. Абсолютно той формы, которой мне захочется. Отправляю его на задний план. Мне его нужно перекрасить. Я его сразу убираю, у него контур, заливку фигуры, выбираю другие цвета заливки. Какой бы цвет мне выбрать? Для того, чтобы все было в едином стиле, я выбираю инструмент пипетка. И просто забираю вот этот вот оранжевый такой красный цвет с носа у моей иллюстрации, у фотографии. Все, он у меня такой получается. Дальше я снова захожу на вкладку вставка, выбираю инструмент фигуры. И выбираю фигуру. Уже не круг, наверное, что-то хочется поинтереснее. И здесь есть такая фигура кольцо. Выбираю кольцо, снова черчу ее и убираю ее в правый нижний уже угол. Дальше нам... А, во-первых, да, давай еще сменим цвет. Цвет я снова убираю от других цвета заливки. И мне нужно сделать так, чтобы было все в едином стиле. Поэтому я забираю цвет вот отсюда. Сделаю точно такой же цвет, как у меня у кнопки купить. Контуры, конечно же, я у этой фигуры убираю. Отправляю на задний план эту фигуру. И сейчас мне нужно вставить еще одну фигуру, для того, чтобы сразу понимать, а где у меня будет размытие. Я убираю прямоугольник со скругленными углами. И пробую выделять. Отправлю на задний план, да, чтобы видеть, чтобы понимать, где у меня будет вся вот эта фигура, вся конструкция. Изменяю, уменьшаю скругление углов. Выдерживаю оступы слева, справа, сверху, снизу приблизительно одинаковые. Давай сейчас, прости, уже по направляющим все выравнивать не буду. На глазок вот так вот ровно сделаю. Мне, думаю, вот сейчас вот так пойдет. И здесь мы уже приблизительно прикидываем, где будет находиться фигура, вот это кольцо. Я думаю, выравниваю и оставляю ее вот здесь. Для того, чтобы превратить эти фигуры в полноценный фон, нам нужно их выцепить на отдельный слайд. Я их просто выделяю, обе фигуры. Нажимаю сочетание клавиш Command-X, я их вырезаю. Создаю пустой слайд, удаляю все шаблонные элементы. Нажимаю Command-V, либо Ctrl-V. Я их вставляю. Теперь мне нужно превратить это в фотографию. Что я делаю? Я захожу, вот у меня сейчас видео не попало, там есть кнопочка File. На Windows может по-другому выглядит, но принцип он точно такой же. Нахожу здесь Export. И выбираю здесь в настройках экспорта формат PNG. И абсолютно в любую папку, например, экспортирую, сохранить только текущий слайд. Разрешение, ширина, вот здесь размер слайда. Нажимаю Export. Нахожу в папке сохраненную фотографию, перекидываю ее в презентацию. Только не на этот слайд, а нужно было вот на вот этот третий слайд. И дальнейшие действия, они точно такие же, как и предыдущие. Я дублирую фотографию, выравниваю одну фотографию над другой. Отправляю на задний план, отправляю две фотографии на задний план. Выделяю фигуру. Мы будем, помним, да, мы будем высветлять, потому что фон светлый. Я ее Command-C, либо Ctrl-C копирую. Выделяю фон, выделяю фигуру. Именно в таком порядке. Захожу на вкладку формат фигуры. Выбираю инструмент объединения фигуры. Набираю, выбираю пересечения. Дальше я вставляю... А нет, давай-ка мы сначала фигуру настроим, да. Выбираю фигуру, которую у меня вот кусочек фотографии. Накладываю точно такие же настройки по тени. Увеличиваю размытие. Размер ставлю 100. Прозрачность выставляю, делаю побольше, чтобы она прям чуть-чуть была еле видна. Где-то вот за 80. Дальше выбираю художественные эффекты. Выбираю размытие. Прилично так сильно прям размываю, потому что фон светлый. И дальше вставляю фигуру. Выбираю ей цвет белый. Контур у нее отключаю. И прозрачность выставляю, ну, где-то 80 или 90. Да, 90 попробуем. Отправляю на задний план фигуру на задний план. Да, все верно. И фон на задний план. Вот такой слайд получился. Самое главное, опять же, смотрим, чтобы текст хорошо читался в моментах, где фигуры пересекаются. Ну, вот, в принципе, такой эффект у нас сработал. Ну, а вы в комментариях напишите, что думаете про эффект матового стекла. Нравится вам, не нравится. Просто поделитесь своим мнением, где бы вы подобный эффект могли использовать. Я бы не стал бездумно и просто где попало использовать этот эффект. Почему? Потому что в первую очередь, когда мы создаем слайды, когда мы создаем презентации, мы думаем не о том, как бы нам круто, интересно, необычно оформить, как бы вот упаковать тогда контент, чтобы людям понравиться. Нет, в первую очередь мы думаем о функциональности, для того, чтобы после нашей презентации что-то поменялось, для того, чтобы донести свои мысли зрителю. Матовое стекло, оно скорее перегружает слайд за счет своей как раз таки необычности, за счет своей тени и становится лишним местами, прям сильно лишним элементом, нависая над остальным контентом. Я бы точно не стал использовать этот эффект в отчетах или в презентациях, где нужно прям точно передать суть данных. Вот когда, например, нужно отделить текст от фона, например, у нас страдает контрастность, как на этом слайде, если мы уберем фигуры, все, текст на слайде потерялся, но добавляя это размытие, мы подчеркиваем важность тезисов, мы их дополнительно выделяем и они у нас хорошо читаются. Или когда нужно дополнительно выделить важные тезисы на слайде, когда нужно отделить их от иллюстрации, отделить их от фона, для того, чтобы, опять же, все то же самое, для того, чтобы он хорошо читался, для того, чтобы зритель, привлечь внимание зрителя к конкретному элементу, или банально просто отделить от фона, чтобы текст было хорошо видно. Подписывайся на канал для того, чтобы не пропускать следующие видео, ты молодец, то, что досматриваешь до конца, пока!